Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии, и не только. 9 июля 2024 года Марс со звездой Капулус. Ох уж этот июль полный необычных мистерий и, соответственно, новых смыслов, которые мы с вами изживаем. Давайте разбираться. Капулус – двойное звездное скопление на той руке Персея, которой он держит меч. Звезда с воинственным характером, уже сразу понятно, которая несет как славу, так и падение, уничтожение, то есть она ведь губит кого-то. Смотрите, дом Натала в натальной карте, где находится Капулус в знаке Зодиака Тельца, это 22 градуса. И постарайтесь вникнуть в мистерию. Итак, Капулус – это туманность, связанная с необратимым крахом в жизни человека в какой-то неожиданный момент. В то же время Капулус – это строитель. То есть можно сравнить, конечно, с Арканом Падающая Башня. Или, может быть, даже с Интернационалом. Весь мир насилия мы разрушим до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Но ключевое тут будет, наверное, сначала разрушим и принесем кого-то в жертву. Юпитер с Альдебараном на оси катастроф. И в это время Марс акцентирует Капулус, а Уран, Алголь – это всё про безжалостную битву старой эпохи и новой, титанов и олимпийцев. Это про реформацию, походу. Кстати, про реформацию мы с вами довольно-таки конкретно разбирали три года подряд. И, по всей видимости, сейчас мы её ещё доизживаем. То есть Марс, как катализатор, активизирует сейчас разрушение, уничтожение старого мира. В классических трактовках пишут, что Капулус – это козёл отпущения. С этим звёздным скоплением связаны страшные необратимые явления, болезни. Жизнь рушится, как карточный домик. Обычно, когда включается Капулус, то мы должны выстраивать новый мир, отношения новые, ценности новые. Это указание на то, что старая форма должна быть разрушена, уничтожена, как титаны, которые были уничтожены олимпийцами. Но мы же с вами осознаны, мы же можем это заменить на трансформации. Капулус может вызвать массовый психоз. Многие жертвы. Будем внимательны. 9 июля. Эпигонами Капулус считаются Луна, Уран и Плутон. Запомню. Капулус считают тяжёлым кармическим знаком. Про эту звезду пишут пугающие вещи, про братские могилы, про исчезновение без вести. Однако здесь есть нюанс. Во-первых, это всё так, но для исполнения мрачных пророчеств сами эпигоны должны быть между собой в напряжённых аспектах. В противном случае нет оснований бояться фатальных разрушений судьбы. Однако 9 июля 2024 года между Луной, Ураном и Плутоном таки действительно напряжённые аспекты. Поэтому мы и разбираем. То есть вместо массовых каких-то стрёмных событий, военных действий, стихийных катастроф лучше не попадать. То есть быть в осознанном состоянии и осознавать, куда и зачем мы идём. Давайте не будем, в принципе, читать классические трактовки, которые все копируют и не задумываются. Давайте мы разберёмся, в чём суть трагедии и мистерии, в которую мы входим. Катализатором чего будет этот Марс? Для этого нам нужно будет разобраться, кто такой тот Персей, кто его родители, кого он убивал и почему. И для чего самое важное. Персей – сын Зевса, сын золотого дождя, в который обернулся Зевс. Герой-полубога. Грозный горгона-убийца. Сокрушитель мира титанов. Тут следует сделать, наверное, отступление и напомнить эти тономахи. Обратимся к Гесиоду, Гомеру, Овидию, к легендам Древней Греции. Оттуда всё идёт. Кстати, я напомню, у нас на канале есть замечательный культовый буквально ролик о подвигах Геракла, вставших для нас дорожной карты, конкретной инструкции по исследованию своего Натао. Очень рекомендую его ещё раз посмотреть, а кто не смотрел, то однозначно посмотреть. Итак, в начале веков существовал вечный безграничный тёмный хаос. В нём заключался источник жизни мира. Всё возникло из безграничного хаоса, весь мир и бессмертные боги. Из хаоса произошла богиня-земля Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живёт и растёт в ней. Далеко же под землёй, так далеко, как далеко от нас, необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине, родился мрачный тартар, ужасная бездана, полная вечной тьмы. Из хаоса, источника жизни, родились и могучие силы, оживляющие. В первую очередь это любовь, эрос. Так начал создаваться мир. Безграничный хаос породил вечный мрак Эреб и тёмную ночь Нюкту. От ночи и мрака произошли вечный свет Эфир и радостный светлый день Гемера. Свет разлился по миру и стали сменять друг друга ночь и день. Могучая благодатная земля породила беспредельное голубое небо Урана. «И раскинулось небо над землёй. Гордо поднялись к нему высокие горы, рождённые землёй, и широко разлилось вечное шумящее море. Матерью землёй рождённые небо, горы, море, и нет у них отца. Их породила земля-матушка». Уран-небо воцарился в мире. Он взял себе в жёны благодатную эту землю. И было у Урана и Геи шесть сыновей и шесть дочерей. Двенадцать могучих грозных титанов. Кроме титанов породила могучая земля трёх великанов-циклопов с одним глазом во лбу и трёх громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов-старуких гигатонхейров, потому что у них сто рук. Против их ужасной силы ничто не могло устоять. Их стихийная сила не знала предела, то есть это мощь, и возненавидел их Уран. Возненавидел Уран фактически своих детей-великанов и в недра богини земли. Заточил он их в глубоком мраке и не позволял им выходить на свет. Страдала мать их земля. Её давило это страшное бремя, заключённое в её недрах. И тогда вызвала она своих титанов и убеждала их восстать против Урана. Но они боялись поднять руку на отца, и только младший из них – Крон. Крон – всепоглощающее время. Хронос, Сатурн, низверг всё-таки своего отца и отнял у него власть. Богиня-ночь в наказании родила Крону целый сонм ужасных существ. Таната, смерть, Эриду, раздор, Апату, обман, Кер, уничтожение, гипнос, сон с роем мрачных тяжёлых видений, не знающую пощады Немезиду, отмщения за преступления и много других. Ужас, раздоры, обман, борьбу, несчастье несли вот эти все боги в мир, где воцарился на троне своего отца Крон. Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и обретут власть над ним, то есть, что его постигнет та же участь, на какую он обрёк своего отца Урана. И тогда, поскольку он боялся детей, то повелел Крон жене своей Реи приносить ему рождённых детей. И безжалостно он проглатывал их. В ужас приходила Рея, видя судьбу своих детей. Пятерых он уже проглотил, то есть Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона. И вот он, пятый ребёнок. То есть Рея могла потерять и пятого ребёнка. Но по совету своих родителей Урана, Неба и Геи Земли удалилась она на остров Крит. И там, в глубокой пещере, родила пятого ребёнка, младшего сына Зевса. В этой пещере Рея скрыла своего сына. Кронусу Сатурну она дала проглотить вместо сына длинный камень, завёрнутый в пелёнки. Крон не подозревал, что он, в принципе, может быть обманут своей женой. Проглотил этот камень. И таким образом Зевс, римский Юпитер, вырос на Крите. Нимфы Адрастея и Идея лелеяли маленького Зевса. Они вскормили его молоком божественные козы Амалфей. Пчёлы приносили маленькому Зевсу со склонов высокой горы Эдикты, мёд. И так вот он вырос и возмужал, превратился в прекрасного, могучего бога. И, что и следовало ожидать, он восстал против своего отца. И заставил его вернуть опять на свет проглотченных им детей. Одного за другим, за другим. Изверг из уст крон своих детей богов, прекрасных и светлых. И они начали борьбу с кроном и титанами, то есть первым поколением богов. За власть над миром. Ужасна и упорна была эта борьба. Дети крона утвердились на высоком Олимпе. Мы их называем Олимпийцами. На их сторону стали некоторые из титанов. А первыми это титан Океан и дочь его, Стикс, с детьми рвением, мощью и победой. Опасна была эта борьба для богов-олимпийцев. Могучи и грозны были их противники, титаны. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они выковали ему грома и молнии из металла особенного и Зевс, металл их в титанов, и побеждал. Наконец, могучие титаны дрогнули. Их сила была сломлена. Они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар, в вечную тьму. У медных, несокрушимых врат Тартара на стражу поставили старухих гигабанхейров. И они с тех пор стерегут, чтобы не вырвались опять на свободу из Тартара могучие титаны. Власть титанов в мире миновала. Говорят, победителей не судят, но борьба была адская. Но не все титаны покорились олимпийцам, в том числе Гаргона Медуза. И это раздражало олимпийцев, новых владык мира, пишущих новые законы и правила. Крониды вознамерились истребить титаново племя во что бы то ни стало. Слушайте и проводите параллели с сегодняшними днями. То есть сказка-ложь давний намек добрым молодцам урок. Олимпийцы дали клятву стиксам, что не тронут боли и титанов, то есть что у них типа вечный мир. Но намерение ей осталось. Олимпийцы породили людей-полубогов, тех самых героев, подвигами которых мы зачитывались в детстве. Тесей, Геракл, Персей породили их боги-хрониды для того, чтобы истребляли они чудовищ титанов и чтобы бились друг с другом богам на потеху. Да, всё титаново-непокорное племя стало для героев чудовищами. Это наведённая реальность такая, понимаете? Такая установка, зомби-апокалипсис. Утаили боги свой замысел от героев, и герои бились как бы во славу Божию. В ком из полубогов-героев не было титановой правды, не было титанового начала, те слепо и жестоко истребляли титановые племена. Думаю, тут уместно вспомнить сказку Шварца про дракона. Как бы новые владыки не стали пострашнее свергнутых. И самое ужасное, что слепые, жестокие герои, если они не осознают, что делают, вот это будет ужаснее, наверное, ещё больше. Понятно, что в смене эпох есть высший разум, есть высший смысл. И то, как прозреть суть, мы разбирали на примере подвигов Геракла. Но тем не менее, мы живём на смене эпох. Уран с Алголь, Марс с Капулусом, Юпитер с Альдебараном одновременно. Это про то, что нам нужно выстроить новый мир и гибко встроиться в него, ещё и не потерять себя. То есть войти в новые реалии и остаться субъектными. То есть не теряя своей системы ценностей, конечно. Это архисложная задачка, по всей видимости. В позитиве Капулус даёт силы для расслабительства своей новой судьбы. Смотрите, дом Натала, где 22 градуса тельца. Тут будете строить. Важно быть уже готовыми, ибо иначе с нуля придётся строить. Это как старое выпускное платье. Старый мировоззренческий костюм треснул по швам и отвалился. И если нового нет, то придётся одевать чужие костюмчики. Это плохо закончится. Поэтому сейчас мы выстраиваем что-то новое. На правду. Капулус имеет сложное значение. То есть, с одной стороны, основная миссия — строить, как в прямом, так и в переносном значении, семью, отношения, бизнес, государство и так далее. Однако, прежде чем строить новое, нужно ведь разрушить старое. И это болезненно. Именно поэтому, чтобы не разрушать всё подряд, следует изжить эту ситуацию хотя бы в воображении, в визуализации. Или погрузившись в войну. Представляете? На то задумка свыше. Иначе не перейти в новое будущее. Помните, мы говорили в карте войны, что там было? Там была эта мистерия. И сейчас уникальный момент, когда это можно срежиссировать правильно. Кроме того, Капулус наделяет отвагой, решительностью, готовностью идти на риск. Не бойтесь трудностей, препятствий, конкуренции. Сложно будет тем, у кого эта звезда стоит на Коспиде 8 и 12 домов. Это понятно. Тут может быть вплоть до заключения в тюрьму или исчезновения на какой-то период. Тут тоже может быть. Но надо идти до конца. Основные события, связанные с Капулусом, это военные победы. Персей – герой с вот этим мечом. Победы на своем поприще, в своем сегменте, над своими страхами, химерами. Ключевым там будет борьба, храбрость, самоотверженность. Но это возможно лишь тогда, когда есть харизма, внутренний огонь, стержень. Это возможно лишь тогда, когда есть соответствие предназначения. Для того и разбираем натальные карты. Капулус наделяет силой воли, смелостью, стремлением к достижению своей цели. Его энергии помогают преодолевать трудности, бороться за свои идеалы, добиваться успеха в конкурентной любой, как таковой борьбе, даже в сложных ситуациях. И поскольку эта звезда в руке героя, то борьба, война тут однозначно проявлена. Будем наблюдать за событиями 9 июля 2024 года и смотреть дом Натала, куда приходит транзитный Марс. Важно, чтобы от нас не исходила агрессия, гнев, ненависть или наоборот жертвенность. Делай, что должен и будь, что будет. Капулус – звезда переменчивой судьбы. Она создает как взлеты, так и падения, особенно при негативном проявлении ее энергии. Поэтому мы не проявляем негатива вообще никакого сейчас. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой для седых пирамид. Чем дорожу, чем рискую на свете я Мигом одним, только мигом одним Быть здесь и сейчас И быть верным себе Будьте субъектны Паны дерутся у холопов Чубы трещат Отставить В наших разборах мы опираемся на мифологию И философию не просто так Таким образом мы, возводясь к символическому Открываемся восприятию и сотворчеству И мы легче проходим предлагаемые опыты и мистерии Восходя к смыслам А до тех пор, пока мы соотносимся с материей Нами управляет внешняя сила И использует вслепую, как тех героев Своих интересов Сил вам и света на пути к истине Включайте наблюдателя И осознавайте залипание души Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, нравлики, вподобайки И делитесь этим роликом Чтобы нас осознанных становилось больше Смотрите и другие наши аналитические разборы Прогнозы и лекции Пишите мне в личку в фейсбук Вместе будем разбирать ваши натальные карты Вместе искать предназначения И исследовать кармические долги Учитать наши разборы Очень рекомендую в телеграм и в инстаграм Это наша с вами дополнительная площадка Для разбора самых сложных аспектов каждого дня Обратите внимание на адрес моего телеграм-канала Вот только такой, никакой другой Астролог Ваврентьева Анастасия Скачивайте наши астрологические календари Ингрессии планет Скачивайте и будьте синхронны к божественному плану Размышляйте и встраивайтесь в новую реальность Смотрите, как планеты шествуют по вашему наталу Скачать ссылки вы найдете в описании к этому ролику на канале YouTube Там же будут ссылки на самые интересные прогнозы и ингрессии 2024 года И реквизиты для тех, кто может и хочет помогать этому каналу Будьте умничками С верой в вас и любовью Ваша Настя Ваша Настя из Одессы Пока-пока